Космическая опера «Звездные войны», первая часть которой вышла на экраны в 1977 году, насчитывает 11 полнометражных фильмов, а также сериалы, мультфильмы, комиксы, книги, компьютерные игры. Медиафраншиза заняла второе место по сумме кассовых сборов, уступив только серии фильмов вселенной Марвел. Большинству киноартистов, задействованных в съемках проекта, роли в нем принесли успех и популярность, однако некоторые из них, к сожалению, уже покинули этот мир. Кэрри Фишер Американская актриса-сценарист и прозаик Кэрри Фишер родилась в творческой семье в 1956 году. Уже в 1973 году она выступила в Бродвейном мюзикле, а первая роль в кино сделала актрису по-настоящему популярной и успешной. В 1977 году она сыграла принцессу Лею Аргану в ленте «Звездные войны эпизод 4. Новая надежда», а затем появилась и в новых частях саги «Звездные войны эпизод 5. Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны эпизод 6. Возрождение джедая». Фильмография знаменитости стала пополняться новыми работами. Всего в списке больше 80 работ. Кэрри также получила известность как автор сценариев. Умерла исполнительница от остановки дыхания на 61 году жизни в декабре 2016 года. Это случилось во время авиаперелета, а попытки окружающих спасти жизнь не дали положительных результатов. Алек Гиннес Британский актер Алек Гиннес, родившийся в 1914 году, воплотил в саге образ джедая Оби-Ван Кеноби. Карьера артиста началась в 1934 году, а всего в фильмографии артиста больше 60 работ. Он появился в пяти частях франшизы, две из них выпущены после его смерти. И благодаря этому заработал миллионное состояние. Однако эту роль актер недолюбливал, и Джорджу Лукасу приходилось подолгу уговаривать знаменитость. За роль в четвертом эпизоде «Новая надежда» Гиннес был номинирован на Оскар и стал единственным актером, получившим номинацию за съемки во франшизе. Умер Алек Гиннес в 86 лет, в 2000 году. Причина смерти и другие обстоятельства в СМИ не уточнялись. Дэвид Проуз Продолжает список умерших актеров киноэпопеи «Звездные войны» Дэвид Проуз, которого поклонники помнят по роли Дарта Вейдера. Всего в творческой биографии британского исполнителя, родившегося в 1935 году, более 70 работ в фильмах и сериалах. Благодаря внешности актер чаще играл персонажей отрицательного характера, а лучшей своей работой Дэвид считает роль супергероя из рекламного ролика, посвященного безопасности на дорогах, благодаря которой он стал кавалером ордена Британской империи. Актер ушел из жизни после болезни в 2020 году, когда ему было 85 лет. Точный диагноз в прессе не сообщался. Фил Браун Американский актер театра и кино Фил Браун запомнился фанатом по роли Оуэна Ларса, дяди Люка Скайуокера, в фильме «Новая надежда», которая сделала его известным. Также Фил Браун пробовал свои силы на телевидении как режиссер. Его творческая биография насчитывает больше 40 фильмов. Последней работой стала роль в картине «Звездный крейсер. Галактика. Второе пришествие», которое вышло в 1999 году. Скончался актер в феврале 2006 года, не дожив двух месяцев до 90-летнего юбилея. Джереми Буллок Сыгравший роль Боба Фетта в пятом и шестом эпизодах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Английский актер Джереми Буллок родился в 1945 году. Также в 2005 он появился в новой части франшизы «Месть ситхов», где сыграл роль капитана Колтона. Поклонники помнят артиста благодаря участию в Бондиане, съемках и многосерийных фильмах «Доктор Кто», «Чисто английское убийство» и «Робин Шеруда». Всего в фильмографии знаменитости больше 100 ролей. Дебют в кино состоялся, когда парню было 13 лет. Последние годы жизни артист страдал от болезни Паркинсона. Умер исполнитель в возрасте 75 лет в декабре 2020 года. Себастьян Шоу В числе умерших актеров киносаги «Звездные войны» Себастьян Шоу, который в эпизоде 6 «Возвращение джедая» исполнил роль умирающего Дарта Вейдера, где зрители впервые увидели его лицо, а также призрака силы Энакина Скайуокера, отца Люка в последней сцене. Однако в обновленной версии в финале образ Шоу заменили на Хейдена Кристенса, сыгравшего молодого Энакина в приквелах. Себастьян Шоу также играл в театре, а в кино дебютировал в 1930 году. Однако настоящая популярность пришла к исполнителю только после съемок фильма Джорджа Лукаса. Умер артист в возрасте 89 лет в декабре 1994 года. Кристофер Ли Английский актер и певец Кристофер Ли появился в двух частях саги «Звездные войны» эпизод 2 «Атака клонов» и «Звездные войны» эпизод 3 «Месть Ситхов», где воплотил образ владея графа Дуку. Также артист известен паралям в фильмах Тима Бёртона. Он снимался в трилогии «Хластелин колец» и «Хоббит» и играл в телесериале «Темное царство». Всего в творческой биографии и знаменитости больше 200 работ в кино. За заслуги в благотворительной деятельности и драматическом искусстве в 2009 году звезду посвятили в рыцарей. Умер Кристофер Ли в возрасте 93 лет в 2015 году. Джон Холлис Английский актер Джон Холлис сыграл старшего помощника администратора «Облачного города» по имени Лобот. В фильме «Звездные войны» эпизод 5 «Империя наносит ответный удар». Эта работа принесла артисту успех, несмотря на то, что его персонажа сделали бессловесным. Творческая карьера знаменитости началась в 1950-х годах, когда он стал играть на сцене английского королевского театра. Позже появились и роли в кино. Всего в списке его работ свыше 60 ролей, большинство из которых были в телефильмах и сериалах. Также известность ему принесло участие в передачах радио BBC и коммерческих проектах. Артист ушел из жизни в октябре 2005 года в Лондоне, когда ему было 78 лет. Питер Мэйхью Роль Чубаки Вуки, существа похожего на обезьяну, в культовой киносаге сыграл английский и американский актер Питер Мэйхью. Он появился в шести частях фильма, а персонаж достался артисту благодаря его высокому росту, который составлял 221 см. Озвучивал его героя режиссер Бен Берт. Его дебют в кино состоялся в 1977 году, когда он снялся в картине «Синбад» и «Глаз тигра» в роли Минотавра. Исполнитель ушел из жизни в возрасте 74 лет в апреле 2019 года. Причиной смерти стал сердечный приступ. Питер Кушинг Завершает список умерших актеров саги «Звездные войны» Питер Кушинг, сыгравший в эпизоде 4 «Новая надежда» роль Гранд Моффа Таркина. Его творческий дебют состоялся на театральной сцене в 1935 году. Затем артист отправился в Голливуд и стал сниматься в кино. Также артист работал на радио. В фильмографии звезды более 100 работ. Известность ему принесли съемки в проектах студии «Хаммер», в лентах ужасов «Франкенштейн» и «Графе Дракуль». Его сердце остановилось в 1994 году, когда ему был 81 год. Причиной смерти стала онкологическая болезнь. Последние годы жизни знаменитость боролся с диагнозом рак простаты. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Подготовка и выпуск подобных видео отнимают много времени и сил. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также ссылка в описании, можете подписаться на мой второй канал, который немного отличается по тематике. Он более музыкальный, но от этого не менее интересный. С вами не прощаюсь и до встречи.